Добрый вечер, это программа Нас Правде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и в ближайшие 25 минут мы будем говорить о делах театральных. У нас сегодня в гостях люди, которые, правда, наверное, пока что больше известны как музыканты, но вместе с тем они еще и актеры. Я с удовольствием представляю Сергея Ивушкина и Игоря Шалда. Шалду, правильно, да? Я сказал, да. Шалда, Игорь Шалда. Музыканты, группа Yellow Dog, актеры, антреприза, известная, наверное, уже всему городу. Я, к сожалению, один из тех немногих, кто не побывал на вашем спектакле, который называется «Есенин». Как случилось? Так, вы говорите, что уже год примерно, да, вот вы занимаетесь делами театральными, занимаетесь... Больше, больше, да? Год это после премьеры. Ага. До этого прошло около полугода. Ну, это у тебя прошло полугода, у меня чуть-чуть больше. Да, да. Ну, конкретно в этом проекте. Да, то есть в этом проекте, да. То есть мы задумался он где-то полтора-два года назад. Вот полгода шла работа над самим спектаклем. Вот, и год назад состоялась премьера в Доме актера. Ну, у вас все возможности общаться с публикой есть и без того, чтобы выходить на сцену в качестве актера театрального, да? У вас есть группа, есть, естественно, своя аудитория, свои фанаты и так далее. То есть все, что можно, все, что хотелось, наверняка можно было сказать и в другой форме. Почему, собственно, вот оказались на театральной сцене? Ну, наверное, потому что оказалось, что не все можно сказать. Да, не все, что хотелось, сказано было, видимо. Ну, во-первых, как рок-группа мы существуем в англоязычном варианте. Это, во-первых, далеко не всегда удается донести на ином языке то, что ты хочешь сказать. Это, во-первых, ну, если не умничать, нам просто это нравится. Нам нравится делать то, чем мы занимаемся, да. Вот, и оказалось так, что театр тоже нам не чушь, тем более, что я-то учился на актерской режиссерском, да, и вот втянул вот это дело. А я-то нет. А ты, вот, Игорь, как же, ребята, как же, страшно-то выходить. А, Игоря, Игоря, я, ой, это была твоя... Вообще слабо представлял свое участие в таком проекте, как Есенин. Вообще не представлял. У нас же это всегда ассоциируется там, да, с какими-то там романсами, там, с какой-то там, иногда даже блатной тематикой какой-то, да. Стас Михайлов. Да. Он тоже уже так. Да, я удивился. На самом деле, если нырнуть в интернет, это чего там только не увидишь. А я потихонечку его начал привлекать, потому что он-то не очень любил поэзию, как оказалось. Я его начал привлекать на свои, ну, приглашать, просто приходи, посмотришь на свои поэтические вечера литературные. То есть я там читал разных поэтов, там, Пушкина, Есенина, там, Гафта читал, даже Филатова и даже Велера. И как-то вот, наконец-то он пришел, наконец-то он-то увидел. Он говорит, ты знаешь, да, давай попробуем. Вот, и мы решили попробовать. Ну, слава богу, рядом с нами были еще люди, которые болели тем, что мы делаем вообще, не только как Елодок. Вот, в литературных, там, в этих всех вечерах участие принимали. Вот, и нам, собственно говоря, помогли познакомиться с Олегом Дидыком. Это режиссер, да? Это режиссер, при этом он еще актер знаменитейшего нашего Харьковского театра 19. Вот, мы познакомились с Олегом, нашли огромное количество общих, естественно, знакомых, кучу точек соприкосновения, и случилось так, что из просто литературного вечера, который должен был предполагать, да, просто прочтение стихов Есенина под музыку какую-то, которую должен был сочинить Игорь, вот, это все превратилось вообще в спектакль, в полноценный спектакль, то есть, вот именно Олег настоял именно, чтобы Игорь участвовал не только как композитор, чтобы Игорь участвовал еще и как актер, как персонаж, некий персонаж на сцене. Я сопротивлялся. Это классическая драматургия, да? На что это больше всего похоже, с чем это можно сравнить? Вот, ну, есть там, не знаю, классические постановки, это уже наши там... На самом деле это уже давно классическим стало, то есть, декламирование стихов под музыку, это еще, господи, это еще, бог знает, когда было, это еще два века назад было. Это все, в принципе, не будем вдаваться в терминологию, да? Вот, ну, просто Олег, как профессионал в этой области, он просто настолько тонко и четко выстроил вот эту вот цепь событий, да? То есть, ну, я ему принес определенный набор там каких-то вот стихотворений Есенина, которые я привык читать, которые я люблю или которые я хотел бы там сделать. Ну, там, правда, попались и те, которые я до последнего сопротивлялся, там, например, монолог Хлопуша, я до последнего сопротивлялся, пытался там как-то соскочить с этого дела. Это почему? Это потому что Высоцкий его уже читал, и после него как-то это все сложно или как? Ну, и поэтому тоже, наверное, ну, просто скорее, как сказать, у меня с Есениным вообще какие-то такие свои взаимоотношения, потому что я не учу его стихи. Я их просто читаю, а потом запоминаю, и все, и просто вот как-то, они из меня текут просто. И у меня ни с каким другим поэтом таких вот взаимоотношений не было. То есть вот с Есениным у меня вот так. Они из всех текут, людей, которые были так или иначе связаны с репетициями, с постановкой. Вплоть до того, что в машине мы едем с Леной, нашей администратор, девочкой. И что за страна, когда видим эти дороги, какого ж я рожна. И пошли, пошли, да. А как так получилось? То есть ты не любил, вот был чушь поэзии, да, как в Годзе? Ну, не чушь прямо уж, но... Увеличивает, да? Я не видел в этом для себя такого вот богатства эмоций. Я с детства как-то вот поглощен музыкой, и я вот все-таки больше вот в этом направлении. Там у меня все мое, как это сейчас принято говорить. Как-то это прошло мимо. Видимо, в школе, может быть... Мне больше повезло в этом все. Да, вот у Сережи с учителем повезло больше. Может быть, с учителем меньше повезло, не знаю. Специальности, некий процесс, когда вот пытаешься заставить себя полюбить Исенина. Ну, можно сказать, Маяковского я, конечно, любил с детства, да. Ему не пришлось вот заставлять себя. Нет, нет, нет. Он просто пришел на мой литературный вечер. Мне казалось, что Исенин — это автор, который совсем другой. Я себе открыл его по-другому. Мне казалось, что это действительно вот тот стандартный набор клише, который присвоили ему на протяжении многих лет, что это березки, вот это вот, гуры, гуси, деревни, закаты, ну, вот природа, да, там, деревни. Анг нет. И в этой связи еще более стало интересно разобраться, какая же должна быть музыка, поскольку при более детальном знакомстве с стихотворениями стало понятно, что нужно уходить от всех, опять же, и стандартных вариантов музыкальных. Он написал обалденную музыку. Это рок? Нет. Нет, это не рок. Это музыка. Собственно, были чего? Это музыка. А вообще сразу нет. Были нормальные, кстати, опыты, когда перекладывали текст Есенина на такое. Получилось, что нет. В том-то и дело, что было интересно попробовать. Я не старался из себя выдавить, рок или не рок. Это какая-то некая атмосферная музыка, которая передает вообще совершенно по-своему, которая сошлась именно, вот у нас все переплелось. То есть, ну, мое, будем надеяться, умение читать там стихи Есенина, да, ну, талант режиссера нашего, собственно, вся вот эта атмосфера и музыка просто вплелась. Она как-то вросла в это все. И она не рок, не поп, не какой-то вальс там, не что-то в этом роде. Это просто атмосферная музыка, которая вот... Саундтрек, как бы, да? Это даже не саундтрек. Это не саундтрек. Это не саундтрек. Он присутствует на сцене. Он присутствует на сцене в качестве отдельного персонажа, персонажа, не как его, ну, если хотите, альтер-эго какого-то, да? Альтер-эго Есенина. Ну, возможно, да. Ничего себе. Ну, как раз в конце этого очень там расстроились. И, в принципе, иногда я, в общем-то, получается так, что я обращаюсь к нему. Я к нему обращаюсь. В размышлениях, там, во время каких-то своих там мук, да? Я первые репетиции просто сидел и слушал. Я ничего, я с собой даже ничего не брал. Там был рояль в том помещении, и все. Потом начал брать гитару, или уже вот рояль использовал, или клавиши. Я врастал тоже, вот как Сережа вживался в роль, да? Я врастал, вживался в свою роль. В свою роль, и я, в принципе, последнюю композицию я уже написал настолько стопроцентно уверенным, что это она. Если раньше еще я искал, щупал, вот это уже точно оно. Ну, то есть, естественно, это можно услышать. Сложно объяснить, да, насколько я понимаю, словами. Это лучше увидеть и услышать. Это увидеть и услышать. На самом деле, уж извините нас, мы так это косноязычно все описываем, но это действительно лучше увидеть. Ну, есть вещи, которые описать вообще достаточно сложно словами, конечно. Да, это сложно. Это сложно. О музыке говорить, о музыке это как-то... Ну, давайте говорить не о музыке, давайте говорить о замысле. Я так понял, что вы пытались уйти вот от такого лубочного образа как раз Есенина. Конечно, конечно. От этих всех, действительно, березок, вот от Чуба и так далее, да, Москва-Кабацкая. Насколько далеко ушли? Ну, очень далеко, на самом деле. Ну, мне так кажется. И насколько это, опять же, соответствует тому, что, в общем-то, был ли Есенин таковым или нет? Вот ваша интерпретация его? Ну, каковым он был, я думаю, ему самому неведомо было. Вот. Но мы намеренно просто ушли от этих всех привычных образов, там, опять же, мы даже лирику буквально так чуть-чуть вскользь задели. Нас, прежде всего, нашего режиссера, в частности, интересовало именно вот погружение в личности Есенина, что с ним внутри происходило. А лирика для этого разве не подходит? Ну, как, лирика, лирика это всего лишь часть какая-то. Что происходило лично с ним. Лично с ним, да. Когда он оставался наедине с собой. Ведь он смотрел на все это. То есть, вот этот вот его алкоголизм, там, опять же, то есть, его вот это бунтарство. Его сначала вот это полное очарование всеми этими советами, Советским Союзом, вот этим вот, советской властью. А потом его полное разочарование в этом, его прозрение. И вот эти его слова, что пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть. И он был абсолютно, ну, он Родину любил. Он, и он понял, что происходит с этой Родиной, видимо, на наш, ну, нам так, на наш взгляд, вот, нет, нам так показалось. Вот. И то, что он был не принят ни обществом, ни женщинами, по большому счету, хотя липли на него, да. То есть, но погружения никто не выдерживал. Сам он тоже, в общем, товарищ сложный был. Ну, это понятно. Для совместного проживания непригоден, видимо, был. А вы собирали как-то дополнительно, не знаю, материалы для того, чтобы именно понять то, что происходило? Не поэтический материал, а вот биографический и так далее. Да, и переписку его читал с друзьями. И, опять же, до этого, ну, много чего, на самом деле, перечитывал о Есенине. Опять же, Есенинские письма. Тот же конфликт его с Маяковским, например, там, вот этот затянувшийся. То есть, и, по сути, вообще, вот, ну, вот, последнее впечатление Маяковского от последней встречи с Есениным. То есть, он был на себя уже не похож. То есть, это по словам Маяковского, они встретились там в какой-то кассе, по-моему, какие-то гонорары не получали, там, и к нему подлетел какой-то распухший от пьянства человек, в котором он с трудом узнал Есенина внезапно, да? Вот, опять же, и лекции Дмитрия Быкова, я, например, с удовольствием слушал, да, и читал. То есть, ну, о том, что, ну, Есенин, собственно, был очень многоградный и очень непростой человек. Это все кажется, на самом деле, что он такой рязанский мужичок такой. А часто так вот бывает, что как раз публика приходит к вам в ожидании этого рязанского мужичка, а тут вот в шарах такой готический образ такой. Ну, не готический, конечно. Нет, на самом деле... Было, было, было. А почему нету песен, почему нету романсов? Мы думали, Сережа, он же вокалист, почему не поет? А Сережа не поет. А Сережа не поет. И специально не поет. Да, да. То есть это мелодикламация или что-то? Да, да, да. Это вот то, от чего я хотел вот эти вот термины не употреблять, вот ты сам употребляешься. Ну, извините, я человек старший. Именно, именно, именно мелодикламация, собственно. В этом стиле выдержан весь спектакль. Непривычно, наверное, для уха современного, вот, да, зрителя, слушателя, наверное, да, вот такие вот, несколько архаичные, по большому счету. Ну, не знаю, я в зале не сидел. Как не сидел? А, ну да. Ну, я с другой стороны баррикады находился. Вот. Но дело в том, что, ну, места в зале заняты, вот, а это значит, наверное, все-таки не зря. И, как мне кажется, человек, если в состоянии подумать, проанализировать, то я думаю, там есть о чем подумать, в общем-то. И, наверное, все-таки это, в первую очередь, заслуга Олега, как он выстроил весь этот ряд. Там абсолютно прослеживается логика. Я вообще по-другому стихи читал до этого. И читал, и даже вел себя по-другому. Да. Да, да. И это есть правда. И Олег такой послушал, и я сказал, ну, да. Лучше стало. Не-не, он говорит, будем работать. И вот начали работать, и в процессе работы там многограннее стало, скажем так. Вот люди неподготовленные, люди не знающие, ну, не знаю, вот, возможно, там на уровне. Люди, не знающие Есенина? Люди, не знающие Есенина, наверняка есть в этом мире, но, наверное, не в этой стране. Но, в любом случае, наверное, скажем, массовый, такой вот средний уровень, это человек, который читал что-то, там, несколько стихотворений, что-то там, может быть, даже помнит. И пункт второй, он посмотрел сериал с участием товарища Безрукова, да, который этого Есенина уж там как кому нравится сыграл. Он не литературовед, он не знает вот этих сторон, о которых вы рассказываете. Насколько ему будет, вот, на ваш взгляд, все-таки понятно, и насколько он поймет это все в итоге? Есть готовый ответ. В интернете после нашей премьеры Аня Меженина написала просто на своей страничке случай, который с ней произошел буквально через три дня после нашей премьеры. Она стояла на трамвайной остановке, на трамвайной остановке возле метро Героев Труда. Она подчеркивает, это Салтовка, господа. И ко мне подошел подвыпивший салтовский парень, такой типичный, да, и сказал, что он три дня назад был на спектакле. А я, говорит, человек, собственно, театральный. Вот, и нам все, это все сдокументировано, это все в Фейсбуке можно прочитать. Я обалдел просто, когда это прочитал. И он говорит, я был на Есенине. Вот, и после этого он рассказал, что он третий день под впечатлением этого спектакля и начал декламировать Есенина. Вот ответ. Эта заметка называется «Ангелы бывают разные». Это «Аваз», да. Это «Аназ», да, «Аваз», да. Это «Центерпойн». Да, это вот как раз через три дня после нашей премьеры, то есть человек побывал на премьере нашего спектакля. Вот год, да, вот год уже этому проекту, я имею в виду, в его завершающей стадии, в активной, да, то есть когда вот он появился на сцене, такой «хххх», на юбилей не тянет, но, в общем, дата достаточно серьезная. Насколько менялось, опять же, осмысление образа, насколько вообще Есенин годичной давности отличается от того, что есть сейчас? Он стал более уверенный, и он уже, этот Есенин, он уже не шарахается, если что-то происходит, что не видно зрителю, происходит какая-нибудь беда на сцене, уже ничего, этот Есенин уже понимает. Так, ага, балбес, заскочил на лавочку, раздавил стакан, будем пить с горла. Что же делать, пьете там? Да, забыли мобильный телефон, да, забыли мобильный телефон выключить, да, он начал разряжаться, думаешь, какая же сволочь, что забыла на сцене, а потом руки в карман, и оказывается, он у тебя, и все, вот этот микроинфаркт на сцене, но ты уже не показываешь там, а вот желание, что там, не знаю, дописать что-то, убрать, вот в этом смысле это меняется, да, музыкальная часть. Но постоянное изменение в акцентах, в интонациях, я замечаю это и у себя, и у Сережи, каждый спектакль что-то меняется, вот чуть-чуть не меняется. Ну, на самом деле, театр-то это, это же, собственно, живой организм, не бывает одинакового никогда, ни один театр, там, я не знаю, даже самый профессиональный, тем более самый профессиональный, никогда не играет одинаково, это просто неинтересно, на то и, собственно, и театр существует. Хотя есть театр, которые играют один спектакль десятками лет, да, все, вот Мышеловка, да, ну, да, наверное. Да, по-моему, больше сорока или пятидесяти даже лет, вот с момента, как вышла в первый раз на сцену, каждый раз это все равно новое, и, в общем-то, зритель каждый раз новый, и это не устаревает и не надоедает. Вам не надоедает, насколько я понимаю, тоже на данном уровне? Сказывать для того, чтобы, ну, вот что-то решить для себя, да, какую-то тему закрыть, какой-то вопрос для себя, да, вот закрыть и решить, ну, не знаю, то есть, кто есть и синий, вот эта тема, которая мучила, наверняка, да, как-то вот оно все бурлило-бурлило, оформилось, вот эта тема закрыта или как? Для меня нет. Да как это может закрыто быть? Это, ну, тут помимо вот этой темы, помимо вот этих вопросов, которые ты сейчас перечислил, мы же себе задаем еще кучу других вопросов, ну, просто элементарно, а смогу ли, да, а вот сейчас, а вот мне плохо, а или там у меня что-то там, а я должен выйти и сделать это, да, вот, или, ну, куда ты в калашный-то ряд с рокерским, да, они спрашивают, а чего вы, собственно, вот, есена именно, а не русского поэта, вот, в такое время как-то? Так мы, как бы, ко времени не особенно не подстраивались, то есть, Есенина, я читаю, уже довольно давно, вот, во-вторых, как бы, ну, я надеюсь, что все-таки, ну, не то, что надеюсь, я реально понимаю, опять же, публика, которая приходит, и люди, которые с нами общаются, с которыми мы общаемся, они реально понимают, что где Есенин, и где события, которые сейчас происходят, и какое отношение... Ну, люди, к сожалению, разные бывают, иногда, к сожалению, такие вопросы, почему, собственно, то есть спрашивают, понимаю, что к вам они в театр, как правило, наверное, не ходят. Мне тут недавно, вот, на день рождения Александра Сергеевича Пушкина пришлось подраться под его памятником. Всполнитель роли Есенина подрался под памятником Александру Пушкину, это круто, это реально круто. День рождения Пушкина, я честно читал стихотворение из Пендемонти, в честь дня рождения Александра Сергеевича, и, в общем, два пьяных тела ввалилось на замечание, что же вы делаете, люди. В общем... По-поэтически разобрался. Пушкина, правда, это не очень в последний раз получилось, но у Есенина, как я понимаю, все-таки опыт куда больше. У нас меньше минуты остается до конца программы, и 21 июня, это уже получается завтра, да, у вас в доме актера состоится спектакль, будет что-то новое, что-то интересное, или это будет как-то, не знаю, годовщина какая-то, или что-что-то... Это будет спектакль, прежде всего. Главное. Мы не будем выходить смотреть, ему голос, существует... Нет, все будет так же, на сцене все будет так же, зрители, я надеюсь, будут получать такое же удовольствие. Всех вас приглашаем завтра в 19.00 в дом актера на спектакль Есенин. Ждем вас. Спасибо, что сегодня были гостями нашей студии, я надеюсь, что завтра зал будет полон, как всегда, и уж, во всяком случае, со своей стороны обещаю, что я там буду. Спасибо еще раз, спасибо, что смотрели на сегодня, на этом все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова